приветствую работа продолжаются над бритвами кто-то меня спрашивал что дорогие там дешевые будут дорогие сразу скажу вот эти бритвы цену не считал не знаю но дороговато очень выходит что-то там где-то что-то где-то в районе там 14 15 даже может 16 плюс минус я пока даже сам не знаю может тут скажу дорого да пожалуйста берите бюджетных из бюджетных вариантов выбирайте что хотите конечно же вот там рабочие бритвы да но шика блеска дорогого материала там идеальных подводок этого там ничего не будет сразу говорю то есть внимательно смотрите что берете как там на фотках на видео все это видно все разборчиво все понятно вот не хочу никого обманывать говорю как есть поэтому не могу к себе делать как вы как рекламу так и иди за рекламу честность она такая и так что на данный момент у меня имеется это вот эти оправы такие вот из черного рога черного рога их под здесь и держу потому что они парные их нельзя вообще путать спутал все насморку сразу поэтому показываю что он пружинит туго так тут очень мало пружинит это кость там рог черный это кость тут чуть-чуть пружинит дальше уже на слом пойдет так что да кстати у кого бритвка моя не моя неважно из белой кости оправа с ней по аккуратней и особенно с подтяжкой если вдруг решили подтянуть будьте очень внимательны это должно быть все по чуть-чуть все слегка что блеска не передается странно блеска тут много вот вариме монитор и прям или своеображение не вижу тут технологии что я скажу вот так вот они все генетичны принципе с одного шаблона стругались какую-то зелень немножко отдает опять же без монитора они более не зелень какой ты же как слоновая кость к это вот это вот вот тут а тоже есть после то есть она вот допустим темнее чем вы сейчас это видите на видео темнее вот вот и блеска видно это что разница есть по цвету вот так вот и третье пока еще не решил какая как кому клиночку будет предел вот видали внутренние вскрытие показала как говорится натуральной кости она всегда такая что делать то есть может даже тут сейчас не поймет говорят а ну что значит натуральный кость вот то и значит что там внутри есть то что ты не видишь до самого последнего момента вот что он прячется меня убивает конечно то что например вот когда продают какие-то кривые фигни мягко выражаясь им говорят что она как кривая то что на кадра на это что она там какая-то недоделанное вообще странные и страшно выглядящие ответ один да это же ручная работа то есть о чем разговор о чем это же ручная работа то есть ручная работа я считаю не должна выглядеть драно криво и неправильно наоборот ручная работа должна давать фору любой штамповки любому производству любому серийному там производителю любому вот это правильно а то что там что-то кривенько недоделанное а мощная работа это не работает я считаю это это фигня по клинкам я уже вам все показывал кстати да решил я тут вдруг золоте искупать вот этих клиночки но золото держится сама слабовато это как как объяснить то как в ранении то есть от рябчика протираю все нормально а чуть-чуть с прижимом уже начинаю тереть она протирается поэтому вот тут я его ставил она сотрется со временем конечно а вот тут я убрал их по плоскости вот золото эндуральное высшие проба тонкий слой там 00 не помню точно уже но вот так вот в общем свет сотрется когда-нибудь у кого-нибудь я пока решил оставить у меня просто весел зацепанула такой то есть пятнами где-то просвечивает этот сталь где-то не просвечивать я ее просто напросто взял и убрал а так вот все лезет и был так вот такой вот вот как то так на сталюга настолько суровый что я даже золото не берет вот правильно какой-то золото мягкий металл такой-то железки ну что ж сейчас буду я приступать к сборке там примерка там долгое вообще канители поэтому я вам не вещаю что еще что-то покажу пользуясь случаем вдруг это видео последнее и нибудь к нему прикреплено следующее то хочу сказать еще пару слов я вот смотрел видео от вадима который обозревал мою бритву и вот он как-то тут говорил сравнивал как у кого какие бритвы у кого какая за . у кого какая стали цены и вижу очень много причем не только в этом видео и предыдущих очень много как называют комментариев которые прямо реально с каким-то злом написаны то есть я что-то не пойму вот я смотрю примеру вот этот парилки вот который показывает вадим вайп давай называется ну посмотрел ну интересно ну лайкнул все я же не пишу там а добра сайта это дело чё тут фигней ты занимаешься париж да или вяжу там t-образными станками бреется даму выбрось ты его что-то там бреешься то я же так тоже не пишу и даже не в голове такой мысли нет хотя мне теста ног вообще никак не пришелся вообще прям не как я и пробовал в лице не понимаю тут надо это ли навык то ли что ли не знаю в общем не мое далеко не мое но мне очень приятно смотреть не за радость сюда лайкнуть хочется всегда сказать каких-то пару слов добрых но виде вот эти вот комментарии я просто в шоке то есть как бы не знаю ладно но опять же вот с видео где т-образные станки или вайпы там все хорошо там все правильно как только появляется опасная бритва или разговор про нее все бросай даже фигня да еще что-то туда-сюда да блин человеку интересно человек делает то что ему хочется зачем вы от него хотите то чего то есть вы можете еще ему предложите там это раскрасками заняться там еще каким-то там игрульками то есть человек от себя от души делает для вас интересное видео не то не сё по где там у тэшки а где вайпы а где еще что-то а где крема и лосьоны где свое время периодически он просто делает столько же обзоров и о том что вас интересует столько же просто еще больше времени тратить на то чтобы еще в довес показать или рассказать об опасных бритвах просто так как думал я так чувствую я так и поэтому говорю я всегда говорю правду она часто будет колкой бывает очень такой ведучий вредный это правда но она правда и с ней не поспоришь то есть как вы выше гор могут быть только горы также выше правды может быть только правда все я все сказал насчет второго видео не обещаю но если что-то все получится обязательно прикреплю к этому видео ну чтож вот какой какой результат клинышки еще не обработаны ничего там еще не это шлифована не выдавана не полированы ничего но бритвки уже собраны вот так это все выглядит так давайте покажу все да все мне надо уже ехать у моей супруги день рождения сегодня вот она у меня сейчас как брошенка такая я думаю делать и какой-то подарок мне тут есть такие мысли придумал что-то как поэтому уже спешу домой вот так вот выглядит это с черным рогом хаотично выбирал клинки к праву не вон такого что именно этот к этому именно потому этот нет так кстати с черным рогом интересно тоже тут нет такого а тут захлопываются вот этими местами орлами вот легкий упор защелочку тут тоже самое защелочки не мощные конечно но они присутствуют они имеют место быть вот сейчас покажу вот здесь она притормаживает но это очень такое то есть если прям очень нежно так вот и подходить то его и прочувствуете так нет вот такие вот у меня экземпляры в общем осталось теперь только обработать клинышки все они до клёпки полирнуть уже потом уже приступать к заточки надеюсь надеюсь что у меня получится все это сделать в один день тем более тут уже за . первоначальная есть такая грубая я опять ее поправлю опять грубо и уже начну другим следующим переходом то есть это сделаю надеюсь я в один день все это сделаю и в этот же день вам покажу обзор готовых бриф вот как то так да еще вопрос был по поводу это как-то заикнулся по поводу бачера 7 восьмых сделаю сделаю я дело вообще не во мне делаю средства просто я сейчас чтобы как бы не металлся я ничего сделать не могу я просто вот только в мыслях что-то могу атака на самом деле нет то есть пока не будет средств я ничего никакого сам делать не смогу также еще ожидаю все таки не говорили то ли до нового года то ли после еще мне с европы закажут на клинки то есть отдельный без заправ заказ вроде бы обещали сделать какое-то уже неизвестно какое количество но и я уже ну не вспомню просто забыл до нового года или после ну это поможет мне как-то маленько выжить а так пока на данный момент я буду делать тут еще договорился с жирщиками что им делаю клинки вот и некож просили не говорить какие клинки кому их отдаю теперь а то я раньше рассказывал тут все и это самое плюс там учет немножко под колыблю там конечно много не выйдет но все уже и там уже посмотрим что будем делать как делать и какие выливки вот на этом можно уверенно закончить сегодняшний обзор всех работ что есть у нее производил все добра всем до свидания